Ее трудно не заметить, смотрящую сверху из огромной витрины второго этажа вниз, на суету парка Веню. Элизабет Тейлор на пике славы и физической красоты. Портрет «Лиз номер пять» написал Энди Уорхол шелковыми чернилами на льняном полотне. Эту картину теперь принято называть «Мона Лиза поп-арта». Еще за две недели до торгов, эксперты оценивали это произведение в 20, а то и в 30 миллионов долларов. Этот абсолютный шедевр Эндрю Уорхола был написан в 1963 году. Он создал свои лучшие работы именно в этот год. Именно тогда же Элизабет Тейлор была на самом пике своей карьеры. Она была самой высокооплачиваемой актрисой американского кино, новой иконой Голливуда. Аукцион этого портрета — это и дань памяти Элизабет Тейлор, исследование самым последним трендом в мире искусства, где произведения Энди Уорхола переживают настоящий бум. Не случайно покупатель сегодня заплатил за «Лиз номер пять» 24 миллиона долларов. Если популярность можно выразить в аукционных торгах, то у Уорхола она просто зашкаливает. На продажу сейчас выставлен и Нью-Йоркский особняк, где Энди Уорхол создал знаменитый портрет Элизабет Тейлор. Дом продается за четыре с половиной миллиона долларов. После десятилетия господства абстракционизма Эндрю Уорхол стал основателем поп-арта. Он брал популярные предметы из кино или даже универмагов и трансформировал их в свои картины. Он полностью изменил представление об эстетике, и до сегодняшнего дня в современном искусстве очень сильно его влияние. На Юниан-сквер в Нью-Йорке сейчас творит новое поколение художников. Рядом с проявлениями современного искусства, граффити в основном, стоит сияющий монумент Энди. Отец поп-арта Уорхол изображен со всеми приметами туриста. С сумкой из торгового центра, в темных очках и с фотоаппаратом на шее. Вот так основатель нового направления в искусстве полвека спустя стал его произведением. Владимир Ленский, Анастасия Авлошенко, телеканал «Звезда», Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Сухиазу.